Розелла Мамоли Цорци Розелла Мамоли Цорци Или еще пример. История Нафанайла Мортона Тоже рассказывает о важности Божьего промысла в деле этого нового избранного народа, то есть колонистов, паломников. Второй литературный жанр, который развивается в данное время, это проповеди. Проповеди – это момент своеобразной встречи всего сообщества, и они не могут быть более короткими, чем определенное количество часов. Одна из самых известных проповедей – это проповедь Джонатана Эдвардса, которая называется «Грешники в руках разгневанного Бога». Еще одна важная проповедь, которую мы сейчас посмотрим, называется «Образец христианского милосердия». Автора зовут Джон Уиндроп. Проповедь была сказана в 1630 году. И в этой проповеди появляется самый важный образ для колониальной Америки. Взят он из Евангелия от Матфея, 5 глава, 14 стих. Вы, свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы. Этот город на горе в интерпретации проповедника есть Бостон, потому что Бостон находится на холме. Но метафорически этот город избранного народа, Бога избранного народа. Из этой метафоры Нового Завета рождается нечто, что остается до сих пор в англо-американской культуре, а именно идея избранности американского народа, который освещает мир, и у которого есть обязанность нести в том числе демократию любыми способами в такие страны, как, например, Ирак. И поэтому метафора «города на горе, на холме» так важна. Через несколько минут мы прочтем два монолога, две речи двух американских президентов, которые используют эту метафору. Но прежде чем рассмотреть эти тексты, я приведу вам еще два жанра, которые развиваются в Новой Англии. Мы уже назвали «Путешествия и проповеди». Но есть также и книги, которые относятся напрямую к религиозному жанру. Например, есть книга Джона Коттона, названная «Пути церкви в Новой Англии». Четвертый литературный жанр, который развивается в Новой Англии, — это поэзия. Пуритане были очень образованными людьми. Они изучали Гомера, и они пишут очень интересную поэзию. Возможно, самое важное для Новой Англии поэтесса — это женщина, которую зовут Анна Брэдстрит. Она пуританин, и она старается понять и принять те несчастья, которые с ней случаются. Например, пожар, случившийся в доме, или смерть маленького ребенка. Она понимает, что это воля Бога, и она выражает свою личную боль в такой вот тоже очень личной поэзии. Должна заметить, что в пуританской культуре нет романов, и театра нет тоже, а есть только та литература и те жанры, которые я вам перечислила. Источником же всех этих литературных жанров является такая особенная Библия, выпущенная в 1611 году благодаря Якову I. Она так и называется — Библия короля Якова. Это действительно прекрасный текст, который влияет на англо-американскую культуру до сих пор. Важность Библии короля Якова никогда не сможет быть раскрыта до конца, точно так же, как важность, например, в английской культуре произведений Шекспира. С течением веков, когда пуританская культура постепенно испаряется, уже не остается такой концентрированной идеи избранного народа, аллегоризм и символизм Библии все равно остается в англо-американской культуре. Сейчас мы с вами посмотрим некоторые тексты, которые относятся к этому периоду, нами с вами рассмотренному. Мы не будем читать все, но мы прочтем только некоторые пассажи, которые демонстрируют, как важно влияние Библии на этот текст. Возьмем проповедь Джона Уинтропа. Это очень известная проповедь, написанная на борту корабля в 1630 году. Здесь появляется выражение, о котором мы уже упоминали из Евангелия от Матфея, город, построенный на горе. Я вам сказала о том, как идея города на горе остается в англо-американской культуре до сих пор. Если вы посмотрите на речь Джона Кеннеди в 1961 году, то увидите, как Кеннеди прямо цитирует Джона Уинтропа. Используя фундаментальный образ этого города на горе. Прочтем кусочек пассаж со слов. Я был руководителем, я был руководителем по стандарту Джон Уинтроп ставил перед своим кораблем. Мы говорили, что Джон Уинтроп пишет когда он на корабле, да? На флагшип Арбелла, 331 лет назад, Byallева прихожала, которые, many, ни, 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 ни trivia. Субтитры создавал DimaTorzok Если вы хотите, я могу перевести вам весь пассаж, но смысл его состоит в том, что в 1961 году Кеннеди находится в такой же ситуации, как Джон Уинтроп находился тогда, когда он писал свою проповедь на борту корабля. А именно, с одной стороны, есть внешний страх, а именно местное население Америки индейцы, а с другой стороны, беспорядок внутри самих пуритан. Вы видите, что в речи 1961 года Кеннеди прибегает к образу, впервые использованному Джоном Уинтропом. В следующей речи президента Рейгана, уже 1984 года, вы увидите, что он говорит похожие вещи. Я говорил о городе благородной, всей моей политической жизни, но я не знаю, что я никогда не объяснил, что я видел, когда я сказал. Но в моем мнении это было, что в моем мнении это было, что «талл, пруд city, built on rocks, stronger than oceans, windswept, God-блесед, и теоретий, 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 и теоретий. Рейган берет, заимствует образ города, построенного на холме, и развивает его. Это город с открытыми границами, открытыми стенами, с портами, живущий в гармонии и тишине. Город, открытый людям и коммерцией. Я уверена, что если вы прочтете какую-нибудь современную речь американского политика, вы встретите там образ города на холме. Вы можете встретить образ города на холме также и в романах в утопиях XIX века, где обычно место действия утопии – это тот самый библейский город на холме. В следующем приложении у вас есть пример очень известной проповеди Джонатана Эдвардса «Грешники в руках разгневанного Бога». Мы сейчас все вместе не будем читать, но если вы посмотрите на третью-четвертую строчку, вы узнаете, что вся эта речь основывается на фразе из второзакония. «В свое время поскользнется нога их, когда поколеплется нога их». Вы увидите, читая эти четыре абзаца, как Джонатан Эдвардс постоянно основывается на вышепроцитированной строчке из второзакония. А также он ссылается на стих псалма «На скользких путях поставил ты их, и не звергнешь их в пропасти, как внезапно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов». Вы видите, как важна Библия для этой литературы. Итак, следующий пример. Это стихотворение Анны Брэдстрит, где первое произведение – стихи на случай пожара, уничтожившего наш дом. Вы, с одной стороны, видите воззвание к Богу усилить и укрепить наши сердца. Смотрите восьмую строку первого стиха. «И к моему Богу мое сердце воззвало, чтобы укрепить меня в моем горе». Брэдстрит напоминает на протяжении всего стихотворения, что все, что принадлежит человеку, не его, а Божие. Это было его, это не было моим. Но, несмотря на то, что Брэдстрит всегда призывает Бога, последнее слово «все тщетно». Вы видите, что несмотря на то, что поэтесса знает, что все принадлежит Богу, она оплакивает свой сгоревший дом. И в этом прекрасность этого стихотворения, его искренность. Следующее стихотворение о смерти ребенка. И здесь опять это разделение между человеческими страданиями и, с другой стороны, доверием к Богу. Здесь вы видите строчку о том, что не нужно смотреть на то, что не мое, на то, что мне было дано, как на мое собственное, потому что ребенок был как бы дан. Что Бог дал, то Бог взял. Поэзия Брэдстрит представляет собой исключительное явление в англо-американской культуре из-за присутствия таких описаний личных переживаний. Дальше у вас представлен пример букваря Новой Англии. Видите, у вас здесь буквы слева. Каждой букве соответствуют два стиха. И они очень хорошо зарифмованы, для того, чтобы их можно было помнить наизусть. И так вы видите, что даже в обучении детей все стихи, которые написаны рядом с буквами, имеют прямое отношение к Библии. Там, где буква Эй, поминается Адаму. Два стиха имеют отношение к Адаму. Где Би, Библия, соответственно, на Би и так далее. Соответственно, Ар, проруфь и так далее до Зет. И таким образом, даже в воспитании детей главным источником букваря была Библия. Естественно, букварь был очень популярной книгой, использовавшейся для образования детей на протяжении длительного времени. После литературы пуританской мы поговорим о литературе 19, 20 и 21 века. Поэтому я вначале кратко скажу про шедевры американского возрождения. Американское возрождение – это апогей национальной культуры. И прежде всего, литературы в 1850-1855 годах. Но вначале – о предшественниках. Это трансцендентализм, основанный Ральфом Уолдо Эмерсоном. Принципы трансцендентализма впервые сформулированы в его произведении «Природа» 1836 года. Идеи Эмерсона таковы, что он предлагает полностью удалиться от пуританской идеологии. Люди перестают быть заложниками греха Адама, но наоборот становятся местом присутствия Бога и Божественного. Теперь, зная это, перейдем к поэту Уолту Уитману. Его произведение, его сборник стихов «Листья травы», первое издание, которого выходит в 1855 году, это как раз отход от понятия греха, освобождение от зла. В этих великих книгах, которые я сейчас перечисляю, остается очень широкое использование Библии, как метафоры, как истории, в качестве неративной структуры и структуры ритма даже. Самый известный пример такого отношения с библейским текстом – это великая книга, написанная Германом Мелвиллом, опубликованная в 1851 году, «Моби Дик» или «Белый кит», где почти все имена взяты из Библии. Вспомните хотя бы первую строчку. «Зовите меня Измаилом». В этой книге очень важны и библейские метафоры, и библейский ритм. Но Библия продолжает быть важным источником и за пределами XIX века, в веке XX. Например, Уильям Фолкнер, великий писатель, модернист, лауреат Нобелевской премии, использует много цитат из Библии. В его шедевре 1929 года, называющемся «Шум и ярость», используется «Песнь песней» для одной из частей. Я бы могла еще перечислить много произведений современных, в том числе, напрямую основывающихся на Библии. Но я под конец упомяну двух исследователей Библии. Во-первых, это американец Роберт Олпер, исследующий Библию не с точки зрения теологии, а именно с точки зрения неративных структур. И, во-вторых, может быть, вы еще слышали такое имя Гарольд Блум, который даже написал роман, основанный на Библии. Все, я сейчас заканчиваю на этом мою болтовню, и благодарю за то, что вы меня слушали. Как я уже сказала с самого начала, за одно утро описать все влияние Библии на американскую культуру – это сумасшествие, это невозможно. Но я надеюсь, что я наметила какие-то отправные точки и имена в том, что значит Библия для американской литературы.